Девушки отдыхают... Я, естественно, не спросил, что это? На самом деле, я сразу же хотела сказать, что Саша ждет, что мы это сейчас съедим. Но на самом деле в Италии еду растягивают на просто часы, зато алкоголь льется рекой. Это похоже на сливу. Ну, бутерброды. В русском языке это называется бутерброды, но с чем, непонятно. Это похоже на рыбу, похоже на рыбу. Там, где я живу, не едят эти томаты. Ну, какой планете? Я живу в плохом родине. Миша, если у меня вырастет третья губа, ты мне сразу скажи, ладно? У меня чакра открывается просто. Ну, это рыба, да? Да. С томатами. Пресноводные. Я, как не особо любитель рыбы, очень затрудняюсь ответить на это. Ты любишь рыбу? Угу. Нам не о чем с вами больше разговаривать. Вот томаты я больше люблю, чем вы. Когда я был маленький, что-то подобное подавали в детском саду. Я, честно говоря, не любил такие вещи. В каком детском саду ты был? В обычном детском, советском детском саду. Там перец, все это, конечно, промахнет. И анчелс. Это больше, чем я люблю, чем я люблю. Потому что сейчас мне не хватило, нечестно говоря, помидоров. Она не жуется, потому что, я думаю, хлеб потом уже просто хрустится дополучно. Очень вкусный хлеб. Шампанское, судя по всему. Игристое. Игристое. Брюд? Брюд. 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 Какая рациона? Да. Чин-чин. Женик, а знаю, какие еще итальянские салоны найти. Белиссимо. Неплохо. Кто вернет там отправит? Какие итальянские салоны, кто-то в Доминичу вы знаете? Дриана Челентана. Любовь. Доминико Дольчо. Степана Габана. Я знаю Тотоку Тони. Потому что у него хорошие виниловые пластинки. И у него мариконы. Еще кто? Мне нравятся итальянские футболисты. Это вот, господи, ребята из Ювентуса. Тот же самый Бануччи и Келлини. Это очень прикольные дядьки. Такие фамилии классные, особенно Бануччи. Какие-то мои старые дядики. У меня была такая модель. Когда они сразу пахнут, что ты не будешь делать. Да. Нет, нет, нет. Вот это было. То есть, что нужно было? Лег не нравится. Это правда. Это очень хорошо. приезжал как рекордов нет меня не было ни его сергей пенкин ничего ругаться узким матом итальянский манер он повторяется головой кива и уже переводчик говорит о том что мы сказали а моника лучше да но одних мужчина слушает очень шикарная женщина я сразу так про нее забыл высказали каких итальянцев они каких-то ленских женщин мы знаем вот я наверно только одну я познакомился там с владельцем ресторана мы с ним вот на протяжении всего обжиска на развелся у него была русская жена мне кажется если бы они не были футболистами они были бы прикольными гангстерами они ругаются на поле вот так вот делают вот так они обычно делают вот так по моему но и вот мы с ним сдружились очень хорошо я постоянно ходил к нему в ресторан вот очень запомнился то что перед тем как выбрать основное блюдо не всегда подавали чечевичный суп маленькую ложечку такой для разогрева для аппетита это серьезно красивых лиевых я не знаю нет ну просто вот стереотипы кто такой итальянцы как он не должен быть температурой миф один только я знаю что они постоянно едят пасту и не толстеют какие стереотипы про итальянцев вы знаете в вас итальянцы всегда делают вот так даже когда они не говорят что они говорят что мы не делаем вот так они всегда говорят и но так у меня были даже истории я почему итальянцы всегда делают вот так мы никогда не делаем вот примерно так кончился наш спор об этом суши знаешь за счет чего они не толстеют потому что они постоянно эмоции через край плещут даже если они какую-то мелочь объясняют это не энергозатрат вот мы материмся да русский мат это общеизвестное они матерятся руками они экспрессивные они эмоциональные они раскованные очень еще такой наверное может быть даже не стереотип а реальность это большое количество геля для волос у мужчин в прическах даже маленькие дети как я видела в колясочках примутым по два-три годика у них просто капает воск с волос они уже набриолинина они уже итальянцы уже смотрит на туристок хотя им там два-три года а еще я знаю такой забавный факт что нынцы на сицилии градусов 15 или 12 это уже очень холодно а это что с чем это паштет конки не алис дингу а с чего они ходили в майках потому что было ну тепло было 15 градусов весна 15 градусов хорошо ребята уже хотели купаться а местные итальянцы ходили в зимних куртках горяли и мерзли от холода это было очень странно русская приезжали русские они с их было видно сразу это такие соски ты умрешь ты умрешь давай дам тебе куртку сегодня тепло зачем слушайте но это очень нежный паштет у меня такое ощущение что я кого-то загрызла вероятнее всего у не помада осталось на паштете ничего лимончелку выпить и хорошо что пробовал не мать конечно активно это очень странная штука это похоже на водку на лимонную водку но так мягко пьется очень мягко вкусно на самом деле мне запомнилось больше не лимончелло а мелончелло это такой же на дыне основе ну это прям вообще мунифиг я когда в италию приезжала можно было просто супермаркет зайти не в ресторан даже купить багет будет супер хрустящий просто божественно теплый купить помидорки черри каждая из них это просто уже произведение искусственно как искусственно красный вина за 2-3 евро если заплачь хотя я пробовал это реально томатка я первый раз ем вяльные томаты первый раз их вижу я на рынке там в италии покупал вяльные томаты в баночке еще есть такая у них фигня как трюфеля они бешеные бабок стоит но там вот можно такую маленькую баночку купить там буквально за два-три ел это и всем говорит что я ел трюфеля но это расходится с моим стандартным рационом когда я кладу плохую колбасу сделанную с туалетной бумаги российский некачественный сыр на кусок на кислая но приятно потому что у нас бутерброд это основательный весь нужен в нем туда карту можно запихайся в котлету еще сверху так не говоря так не говоря у нас поехали прикольненько что это такое это похоже на большие вареники маленькие вареники которые которые в томатном соусе тут какая-то штука сверху а с чем это ровели из бобра сверху что-то горькое такое насыпано икра да вот это что такое это икра да батарга я подслушала на кухне пока это еще готовилась да ой эгутеренное да знаешь что это похоже да вот когда воблу ешь пивка не хватает да и такой бац и ты такой опять икра тогда опять а где мясо ну вообще это деликатес вкусненько икор к которому зубам прилипает так вообще красно во времена советского союза батаргу русскую батаргу даже поставляли в Талию ой представляете это наш был экспорт нормально хорошо но что-то не хватает я считаю что очень хороший вариант к тому же что у нас вегетарианство в стране тоже как бы процветает сейчас развивается и так далее и так далее поэтому но это не наша тема ну почему не наша тема ты вегетарианец? нет ну что вот у нас какие представления об Италии есть да это пицца паста пармезано пармиджано-риджано томато томато но томато кстати есть помодоро да и прочее поэтому я решил не делать пасту а сделать рыбийку мне кажется это по как-то рыбийку тоже в принципе паста ну да но немножко формат другой она добавляет немножко такую зиминку именно за счет своей какой-то терпкости ну да это вот такая ну это рыбийка я понял сушеная получается да это и красношеная рыба да да вяленая вот и я обычно выкидывал это все ай-яй-яй-яй я думал это невкусно люди плачут в всей стране да люди плачут за плачет конечно плачут платят и плачут да попробуем а это мне кажется а потом я расскажу мне кажется уже у меня волосы выгнешь выгнешь а потом ты расскажешь да мне кажется мне потом перестанет быть интересно что а а так ой опять знаете требует требует молитвы что это это чача не а ну из Италии как это это грампа может граппа я угадал класс я много чего узнал десно говоря я че ты я человек простой пирожки обычно кушал вот сегодня я узнал что не надо выкидывать рыбу а вот эту рыбную икру что она оказывается дорогая это деликатес а из костей суп можно свалить в следующий раз когда мы будем с парнями пить пиво я обязательно скажу парни это деликатес вот не знаю как ли это вас припад поэтому за гастрономические всякие изыски которые дарят нам итальянская кухня за то чтобы все что мы не едим обычно в кухне русской все кушали в кухне итальянской я не знаю что его ебать а я за легкость бытия а нужно тогда вот за то чтобы было легко и вкусно чтобы вино ввелось рекой и чтобы было ощущение что ты где-то в центре Рима кстати мой любимый город выпьем и почувствуем Италию икра пристает к зубам игра прилипала боже мой вот теперь можно закусить давай чин-чин ну да да будем трогнем до конца как водички поделить сейчас ой не слушай классно классно всегда важно оценить послевкусие послевкусие мне очень нравится но это правда да ну давайте девчонки за кадром за вас и вообще за итальянцев байкусно вкусно что нет? ты морщился вообще? нет наверное нет но она легенькая чистенькая вкусненькая как слеза легенькая? да как слеза младенца очень даже приятная сейчас это вырезать будет а повозок классный кадр ну срезочку фу можно повторить ну так забористо но на самом деле пока я еще не отключилась да 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 я передам привет всем моим родным и близким да 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 знаешь обычно когда говорят вырежу это не вырезаюсь да возможно пойдет вот этим черно-белым фоном нет на самом деле она такая очень горячительная когда ее после еды пьют? во время во время потому что мне кажется она разжигает аппетит еще и итальянскую страсть как апперитит да его мне кажется можно ой ой нет подождите что это в мощном подпитии как это в России принято мы пошли в кафе в ресторан и там значит что-то завязал с беседой с официантом ну на таком ломаном итальянском итальянско-английском так сказать с русским да и в общем у нас нашло все такого момента что мы с ним обменялись сигаретами потому что у меня там итальянские сигареты у меня был какой-то не тут рекламировать но ну ну какая тройка и мы менялись и он после этого мне принес три рюмки собственно этого прекрасного напивки я спрашиваю это что такое как это очень крепко да окей но это были последние мои три рюмки потому что после этого я не помню ничего я придумал вкусно идеально для того чтобы я бы даже завтракал такими разговорами да кто тебе завтрак будет готовить но если ты сам себе то это понятно я могу я могу а какие итальянские песни вам нравятся вот как раз Тоту Кутунь то что он исполнял со своей женой и Андреяночей Лиданом ну я хочу сказать спасибо Италии за три вещи за что? за три вещи угу за пасту за Милан и Адриана Челентано да блин с этим можно идти в кино вот с этим ну а че нет а что ты берешь лашбокс если хоть тоже попкорнить ну понятно что тебе придется развить пилочку ну для Вога да без разницы и нормально можно и кидать как попкорн она не сильно сытная что классно ну именно самая единица вот эта вот пельмешка да пастовидная вот какие вы знаете коллеги я много матерных знаю начнем с мягких стронца стронца они любят кстати кричать за рулем это говяжка какашка не знаю почему ты должен делать вот так нет они почему-то пускают руль и просто уже оттуда вылезают у них машина сама едет они орут что-то тебе очень страшно а вот каких я итальянцев каких ты итальянцев знаешь мне тут напоминали что есть такие известные итальянцы как Леонардо Винчи вот я с языка снял то же самое хотел сказать просто волшебный человек причем я говорю про него не как про многих кто мог подумать про художество а именно про математику физику и так далее ну реально же я знаю что это это чай это чай ну хотя бы хотя бы что-то мы уже знаем наш русский чай давай поменимся нет 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 а почему а вот она вкуснее а почему такая взятость мне кажется эта стука вкуснее а я хочу вот эту она выглядит богаче у нас паннакотто паннакотто а что такое паннакотто это вареные сливки это сливочный десерт в смысле их прям варят их варят с желатином то есть это типа вареная сгущенка или нет это не сгущенка это именно классический итальянский десерт и тирамису какао какао можно ты тирамисучка залазишь на мой бисквитный трон тирамису я еще зарезал на него положим сверху минуточку тирамису кстати из Италии это абсолютно аутентичный где делали в Луган изготовитель Швейцарии в Луган в Луган в Луган в Швейцарии в Луган в Швейцарии да а филиал в Италии в Милано в Швейцарии это Луган как это открывается он отнял у меня панакоттус как это открывается не могу открыть я открою я открою еще раз а ты видел я готовлю панакоттуса это традиционный десерт моего дня рождения у тебя прям как будто вареная сгущенка просто сгущенка ну пока он открывает я начну пробовать на самом деле тирамису я люблю и знаю его уже давно мне кажется нет людей которые не пробовали тирамису я не люблю тирамису почему не знаю в общем-то сладкие вещи это очень такие вещи очень опасные расскажите об этом что мы сейчас едим кстати тирамису переводится так поднимай меня вверх то есть из-за большой калорийности это не очень вкусно ну да обалденно жестко попробуешь без джамы сначала? пожалуйста ребята за чертёву вкусно пропитку все как надо Маша о калорийности знает все просто поэтому Маша калорий тирамису вкусный но тирамису понравится ммм моя любовь Что добавим? Давай добавляем С кофе было бы шикарно, потому что все создано вокруг кофеина какого-то ритуала То есть все сливочное, сырное, именно идеальное сочетание Я, да, я, наверное, самый большой кое, что съешь в компании Я не очень сладко люблю Ну тогда не ешь Раз в год я могу съесть целый торт Ну вот прям слегка Сладкий? Кофейкий Больше По консистенции это очень похоже на омлет Почему-то, не знаю, пришло такое на сравнение, но по сладости очень вкусно А мне такое ощущение, что он с коньяком Ой У тебя с коньяком, однозначно Может, еще и грапа, еще предыдущая салфа То есть у меня все с коньяком, да? Угу Мы еще поругаемся Мы не поругаемся Она по утрам сэндвич с коньяком ест просто Делаем желе из стеки кайна, мазка и турнан Я хлеб не ем Ну просто не ем желе Я просто не ем ложки Ложку Блин, он такой нежный Это просто Ты сейчас попробуешь вот с джемом Да Это После грапы, знаешь, это самое то Мне кажется, салфа будет еще один Ну, тирамису, по мне, немножко тяжелее Тирамису потяжелее идет Знаешь, что тирамису, скорее всего, слоевые Мне напомнила вся эта история, это мороженое с малинкой, на самом деле Можешь лодочку салфу обрати? Попробуй Ммм Грустно Ммм Ты все съел уже Я попробую Да Ну как Прегадчики Очень хорошие На конце Ммм Ну смотри, можно считать мне сладкоежкой, если, например, беру стакан чая и кладу в него 4 ложки сахара Ну, нормально Я вообще люблю Нормально, дома иногда 5 кидает Знаешь, это как в анекдоте В старом еврейском анекдоте Ну да, вам сколько сахара положить такой? Мне 3, дома я кладу 1, вообще люблю 2 То есть, да, здесь погуще вкус, да, такой он послаще? Ну, слушай, он очень сильно насыщенный, очень недренный, очень кофейный Я вот люблю такие Это ведь Я не люблю такие, я люблю просто кофе Просто нежные Я не ем сладкое Окей На самом деле, вы и сказали, что у вас тимирмису больше, но Я вот не любитель сладкого и меня не переубедило, что надо есть сладенькое Я знаю, что тебя переубедит, а можно нам граппу налить? Да, маскарпоне, просто моя любовь Савоярди Причем, кстати, коржики, да, они реально пропитались, они были очень вкусные А вот с панакоттой у меня, конечно, вопрос Вообще, я обожаю реально панакотту, я ее действительно готовлю Это сливки именно, правильно? Да, это вареные сливки с желатином, с трубчковой ванилью Всю жизнь хотел поесть панакотту, но всегда такой, знаешь, что больше на меню И такой, типа, панакотта самая легкая, а по цене такая, что, типа, ну, штрудель-то вроде выглядит больше Наши дорогие друзья итальянцы, пробуйте нашу российскую еду, а мы будем пробовать вашу еду Чао! Сеньорита! Итальянцы, Бай Кусно, большое спасибо вам за впечатления и яркие эмоции, которые вы дарите своим зрителям Я абсолютный ваш поклонник, ваш фанат, и до скорой встречи в Москве Приезжайте! Всем зрителям России рекомендуем подписываться на итальянский канал Бай Кусно Нам было вкусно! Нам сегодня очень вкусно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...